Всем привет! В этом видео я расскажу о контролируемом доступе к папкам и для чего это нужно, как он работает, о нескольких способах его включить и как указать отдельные папки для защиты. Контролируемый доступ к папкам – это функция защитника Windows, предназначенная для защиты пользовательских файлов от шифрования вируса. По словам Microsoft, любой исполняемый файл оценивается антивирусной программой защитника Windows, которая определяет является приложение вредоносным или безопасным. Если оно признано вредоносным, ему запрещается вносить изменения файлов защищенных папок. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления, и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Эта функция предотвращает внесение изменений в личные папки пользователя, такие как документы, изображения, музыка, видео и рабочий стол. Как правило, любая программа установлена на компьютере, может редактировать файлы в этих папках. А если активировать данную функцию, внесение изменений в такие папки будет возможным только теми программами, которые Microsoft определит как дружественные. Чтобы включить эту функцию, нужно зайти в Параметры, Обновление и Безопасность и во вкладке Защитник Windows открыть центр безопасности защитника Windows. Здесь выбрать вкладку Защита от вирусов и угроз. В открывшемся окне зайти в Параметры защиты от вирусов и других угроз. Здесь убедиться в том, что защита в режиме реального времени включена, а после включить в контролируемый доступ к папкам. После включения появятся две новые вкладки «Защищенные папки» и «Разрешить работу приложения через контролируемый доступ к папкам». В «Защищенных папках» будет список системных папок, защищенных по умолчанию. Это папки «Документы», «Изображения», «Видео», «Музыка», «Рабочий стол» и «Избранные». Это стандартные папки, удалить которые не удастся. А вот добавить можно, нажав здесь на «Плюс» и указать путь к нужной папке. Во второй вкладке «Разрешить работу приложения через контролируемый доступ к файлам» есть возможность добавить в исключение приложения, для которых был заблокирован доступ к защищенным папкам. Для этого нужно нажать «Добавить» и указать путь программе, к которой вы хотите предоставить доступ. Нужно будет указать путь к файлу .exe. В случае возникновения ошибки доступа, любой из программ, к таким папкам ее просто нужно будет добавить в этот список. В Windows 10 есть возможность настроить эту функцию с помощью групповых политик. Этот способ возможен, если вы используете Pro версию. В домашней версии этот способ не удастся. Для этого в поиске введите gpedit.msc и запустите его. В открывшемся окне перейдите в «Конфигурация компьютера», «Административные шаблоны», «Компоненты Windows», «Антивирусная программа», «Защитник Windows», «Exploit Guard» в «Защитнике Windows», «Контролируемый доступ к папкам». Откройте «Настройка контролируемого доступа к папкам» и здесь включите ее. В настройках можно выбрать «Блокировать», при этом ненадежные приложения не смогут изменять или удалять файлы в защищенных папках, например, папки «Документы», или «Проверять». В этом случае приложения, которые обычно считаются ненадежными, все равно смогут изменять или удалять файлы в защищенных папках. Однако каждое событие будет записано в журнал событий Windows. В выключенном состоянии все приложения смогут изменять или удалять файлы в защищенных папках. Для настройки здесь также доступны настройки разрешенных приложений и настройка защищенных папок. Еще для настройки контролируемого доступа к папкам можно воспользоваться PowerShell. Для его запуска кликните правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и выберите «Windows PowerShell Администратор» или в поиске введите «PowerShell» и удерживая клавиши «Контрол плюс шифт» запустите его. С этим сочетанием клавиш он запустится от имени администратора. Для включения функции введите следующую команду. Есть три варианта статуса функции «Enabled», «Disabled» или «Audit Mode». Для добавления папки в список защищенных введите команду. В конце нужно указать папку, которая будет защищена. А для добавления приложения в список исключений следующую. В конце нужно указать приложение, которое должно быть включено в список, включая путь к нему. Система Windows создает записи в журнале событий при изменении настроек, а также при срабатывании событий в режимах «Проверить» и «Блокировать». По этим записям можно отследить все изменения заданных папок и проконтролировать все подозрительные действия. Для просмотра журнала в поиске введите «Просмотр событий» и запустите его. Здесь во вкладке «Настраиваемые представления» есть возможность создать собственные, а можете скачать уже готовый файл с настройками и импортировать его. Для просмотра событий контролируемого доступа к папкам скачайте архив «Exploit Guard Evaluation Package» с официального сайта Microsoft. Ссылка будет в описании. Распакуйте на рабочий стол файл «cfaevents.xml». Это файл с настройками представления контролируемого доступа к папкам. Далее в окне «Просмотр событий» нажмите «Действие» «Импорт настраиваемого представления». Укажите путь к файлу на рабочем столе «Открыть» и «Ок». После чего откроется журнал событий в «Control Folder Access View». Контролируемый доступ к папкам. Расшифровку кодов можно посмотреть на сайте Microsoft. Ссылка будет в описании. В моем случае код «5007» означает событие изменения параметров. А на этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Интересующие вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.